С громкими неудобствами столкнулись жители одного из домов на Ринмаре. История началась еще два месяца назад, когда строители, которые работают в подвале здания, начали бурить вентиляционные отверстия. От непрекращающегося шума перфоратора собственники квартиры, в основном это пенсионеры, теперь не высыпаются, испытывают постоянный стресс и пьют успокоительное. А мечтают только об одном – о покое и тишине. В громкой истории разбирался Олег Катанзейский. Знаете, вот сейчас только что мы приехали на съемку в этот дом, и звук действительно ужасающий. Я не знаю, придет ли микрофон, слышите ли вы, но действительно хочется закрыть уши. Но кажется, что даже руки не помогают. Таковылка-9 – многоквартирный дом в центре Наринмара. Два месяца назад жители этого строения поняли – в их подвале заселились замечательные соседи. С раннего утра и до позднего вечера вот уже неделю оттуда доносится неперестающий шум от перфоратора. Пронзительные звуки нарушили покой нескольких десятков семей. Разговаривать в этом доме теперь принято на повышенных тонах. Телеканал «Север» беспокоит. Вот как вам такие звуки вообще? Нормально, ненормально? Ненормально. Целый день? Целый день. А ночью? А? А ночью? Ночью не работают. А выходные? Выходные тоже работают иногда. Да, вышивает мозг на раз уже, не понимаю ничего уже. Башка трещит и так далее. Звенит ушах. Вот батарея стучишь, они еще больше как бы начинают сверлить. А в квартирах очень хорошо слышно? Так же, как в коридорах? Очень хорошо слышно. Слышно, как вот тут есть. Не поймем мы, или тут, или тут делают. Оглушительные, в прямом смысле строительные звуки наполняют дом. И по выходным проверять на прочное жильцов начинают с 8, а то и с 7 утра. И так каждый день. Родители маленьких детей уже позабыли, что такое сон. А пенсионеры и вовсе не выдержали и перешли на успокоительное. Неприятные звуки наносятся даже до самого последнего этажа в доме, то есть до четвертого. И кажется, что остается только один единственный эффективный способ, чтобы хоть на минуту утихомирить нерадимых строителей. Нужно просто подойти к радиатору, помните, как тогда все делали. Постучать погромче, может быть, тогда не услышат и все-таки поймут, что не очень удобно жить в таком шуме. Раньше только по выходным работали, а сейчас и рабочие дни работают. Потому что там в подвале ничего не сделано. Нужно было, наверное, сначала сделать подвале, а потом людей пускать, правильно? Это самое здоровое и плохое. Мы же старые люди. Кстати, по мнению специалистов, шум весьма коварен. Практически вся система организма при шуме более 80 дБ испытывают колоссальную нагрузку. А вот безопасным уровнем шума для человека считается 25-30 дБ. Это приравнивается к негромкому разговору между людьми. Для сравнения, легковой автомобиль издает шум в 70 дБ, а самолет более чем в 100. В нашем же случае уровень дБ может определить только специалист. Но даже невооруженным ухом можно понять. Шум от перфоратора равен шуму, который издают сразу несколько работающих автомобилей. В соответствии с санитарными правилами и нормами от декабря 2000 года уровень звука в жилых помещениях в дневное время должен превышать 55 дБ. А здесь явно присутствует нарушение санитарных правил. Кстати, поначалу жильцы пытались договориться с строителями по-хорошему. Призывали к совести и уважению. Но когда руководитель строительной фермы Евгений Коши людям начал хамить, поняли, разговор бесполезный. И уже не один раз я ругался, спускался и с Кошелем разговаривал. Все ссылается на то, что у него законодательно и контракт. Но ему надо пробить там 8 дырок. На сегодняшний день, по-моему, одна только пробита. Вот представьте, насколько мы обречены. Мы отсюда сбегаем для того, чтобы провести время где-нибудь на отдыхе или на природе, чтобы этого не слышать. Строители прекращают работать примерно в 10 вечера. Поэтому уверены, закон не нарушают. Согласно нашему законодательству, шуметь запрещено с 10 вечера до 6 утра. Впрочем, даже в этом случае найти управу на нерадивых строителей можно. Нужно объединиться с другими жителями дома и написать коллективную жалобу в полицию. Ее потом направят в прокуратуру. В связи с вступлением в силу нового федерального закона, сотрудников полиции сняли полномочия по составлению протоколов по административным законам субъектов Российской Федерации. То есть пока в настоящее время сотрудники полиции не могут составить протокол по правонарушениям, по шуму, если мы говорим сейчас про шуму. Данные материалы мы собираем в полном объеме и отправляем в прокуратуру для принятия решения. Нам удалось дозвониться до директора строительной фирмы Евгения Кошеля. Мы хотели, чтобы мужчина проявил уважение хотя бы к пожилым людям дома и в выходные дни работы начинал не ранним утром, а чуть позже. Однако разговору с нами он явно был не рад. Отвечал агрессивно и все время перебивал. Я подрядчик. У меня есть контракт, согласно которому я работаю. Вчера один прибежал. Ой, я хочу поспать побольше в воскресенье. А у меня контракт. Все вопросы в централизованный заказчик. Директор централизованного строя заказчика пообещал поговорить с предпринимателем, затем перезвонить нам, но внезапно куда-то пропал. Еще раз здравствуйте. Андрей Александрович на месте? Нет. А он будет вообще сегодня? Будет. В этой разговора. Вы не знаете? Нет. Ну то есть вы не забыли, да, если придет, перезвонит, пускай. Я ему передавала, когда он забегал. Но он не перезвонил вообще мне. Спасибо. Строители же, которые сейчас работают в подвале, нас убедили, мол, шуметь больше не будем. Все работы по сверению дилиционных отверстий завершены. Что ж, хочется верить. Нет, уже больше все закончилось, шум больше не будет. А, не будет. Что-то был, уже долбили, вычислили, там, это шпаклевали, все. Там обои, линон остался, все. Ну то есть шума больше не будет? Не будет. Все, спасибо большое. Олег Итанзийский, Дмитрий Лукевич, Андрей Котов, телеканал Север.